Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». Особое мнение на 101FM. 13.06 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина, приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. Гость у нашей студии – это Михаил Курашин, вице-спикер Законодательного собрания Пятого созыва. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Да, тем у нас впереди много. Я анонсировала наш сегодняшний эфир как разговор о стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. И к этому вопросу мы обязательно обратимся, но чуть позже. Сначала все-таки с последних новостей начнем. Подведены итоги конкурса на должность главы администрации Кирова. Неожиданности не произошло. С максимальным таким возможным отрывом, каким-то просто гигантским совершенно. 78 баллов от ближайшего конкурента. Победителем конкурса стал Дмитрий Осипов. Он набрал 128 баллов по итогам тестирования и собеседования. Мы обсуждали это в предыдущем часе нашего эфира в дневном развороте с членами конкурсной комиссии этот вопрос как раз. Ну и вот кандидатура Дмитрия Осипова будет вынесена 2 июня на голосование депутатов, не знаю, городской думы. То есть они должны либо одобрить Дмитрия Осипова, либо, соответственно, не одобрить. Либо повторить. Либо повторить, да. То, что было в прошлый раз. То есть кто-то воздержится, кто-то поддержит, кто-то, может быть, проголосует против. Что говорили наши участники эфира? Они, во-первых, говорили, что вот всё это мероприятие несколько напоминало театральное представление. Потому что есть фаворит, и все вроде как знают, что это фаворит. И есть два человека, которые участвуют в конкурсе тоже, но при этом набирают настолько меньшее количество баллов, что даже сомнений не остаётся, что, в общем, эти люди не готовы занять пост. Зачем они туда пошли, совершенно никому непонятно. Вам как кажется? Вам как кажется? Вот это зачем? Ну, вот, слушайте, вот эта видимость конкуренции, это зачем? Законодательство требует? Ну, на самом деле, это, опять же, да, понятно, что это создание иллюзий выбора и так далее. Но вопрос-то ключевой, который, собственно, обсуждается уже достаточно давно. И ещё даже мы в своём составе, когда как раз решался вопрос по изменению порядка структуры и порядка избрания руководителей органов местного самоуправления, настаивали на этом. Ну, тогда большинство депутатов областного законодательного собрания, понятно, представляющие, там, большую партию, продвинули своё. И в результате мы получили ситуацию двоякового руководства, которое... Две головы. Да, которое, в принципе, и то, о чём тогда ещё говорили в пятом созыве, было на тот момент кризисным, да, там, когда с главой города, там, с Быковым было трудно ужиться главе администрации, поэтому там менялись эти кандидатуры. Ну, и кризис, собственно, пришёл сейчас, да. То есть сейчас, когда по факту мы, ну, выдвину такое предположение, понимаем, что желающих занять эту должность нет. Чему? Уважаемый такой пост. Зарплата, наверное, неплохая. Зарплата хорошая, соцпакет хороший, будущая пенсия хорошая, но до этого ещё, как говорится, дожить надо, да, там, а то, что она мега расстрельная в условиях города, в условиях того, что вот порядок управления, когда, грубо говоря, есть дума, которая, в отличие от ЗАГС собрания, да, там, имеет право голоса и имеет возможность, там, чего-то руководить, а я думаю, что вся вот эта чехарда с назначением, она как раз привела к тому, что думцы городские ещё больше веровали в то, что они действительно могут управлять городом, ну, создаст крайне некомфортные условия главе администрации, который, в принципе, будет отвечать теперь за всё, да, то есть он и раньше отвечал за всё, глава администрации, да, то есть, но вот этот период с конца прошлого года, когда мы с вами без главы администрации жили, он создал, ну, наверное, не очень удобную ситуацию для Елены Васильевны. Ковалёвой, да, для главы города и для главы дома. Когда все шишки на неё сейчас перенаправлялись, и там она, я думаю, в том числе может быть, точнее, не может быть, а в том числе, поэтому очень заинтересован, чтобы вся эпопея с избранием, с назначением закончилась для того, чтобы, собственно, этот процесс, опять же, распределения ответственности перешёл в сторону главы администрации. Это всё говорит о том, что всё-таки надо менять, надо делать так, как это было, как это работало, когда один глава, один начальник, он работает. И прямые выборы. И прямые выборы, да. То есть, опять же, там, ну, чуть, может быть, забегая там в другие темы, вот тут в дни, когда все сожалели о том, что ушёл Николай Михайлович, да, там... Николай Липатников, да. В сети появилось видео... Основатель Авиатской торгово-промышленной палаты. В сети появилось видео 91-го года, где Николай Михайлович, собственно, вышел к людям, да, и высказывал свою точку зрения. Тогда он горком представлял. Гурсовет. Гурсовет, да, простите. Вот я, честно говоря, не помню за, там, последние 15 лет, когда кто-то из первых лиц города или области выходил к митингующей толпе, да, там, и пытался им что-то объяснить. То есть, понятно, что там все подпихивали своих министров, своих подчинённых, но вот там такой смелости, собственно, никто не проявлял. А ситуация двоевластия, она как раз этим и удобна. То есть, как бы, можно в такой политический, административный пинг-понг играть, когда, собственно, там... Ты вроде отвечаешь и не отвечаешь. Да, самим выходить на позитивные митинги и кричать, что даёшь процветание города, вот, что надо чиновников заставлять работать более эффективно, при этом являясь депутатом, там, или главой представительного органа. Вот, а руководитель исполнительного органа, он, собственно, там, нигде особо и не светится. То есть, это ситуация размывания ответственности, это, если не сказать, что это ситуация безответственности, и мы с вами, ещё раз говорю, там, со времён Быкова всё это чётко видим. Да, когда в конечном-то итоге вся вот эта безответственность привела к количеству уголовных дел, к количеству эпизодов, которые вменяет тому же, там, главе города. И никто не может разобраться вообще, мог глава города давать распоряжение сотрудникам администрации или не мог. Вот, да, то есть, вот, собственно, поэтому эту ситуацию, если мы хотим её прекратить, то, там, призывая депутатов ЗАГС собрания вернуться к рассмотрению вопроса о том, чтобы исключить город Киров из особого положения и сделать так, как это было принято решение по большинству муниципалитетов, принцип единоначалия, да, то есть, притом с прямыми выборами. И, опять же, вот этот чехарда, я ничего не имею против, там, Осипова, там, я где-то даже симпатизировал Плехову, когда, там, шли разговоры об этом, об этих всех вещах, но в конечном итоге, там, это игры, это игры. И, там, тот же Осипов у меня вызывает большие вопросы, там, связанные с его предыдущей работой, с ВИАТ-Автодором, то есть, я, там, лично сталкивался с тем, сколько претензий всегда к Автодору было за ту работу, которую они выполняли по ремонту, содержанию дорог, сколько было конфликтов, в том числе, там, посадок и уголовных дел в ВИАТ-Автодоре, и поэтому, как бы, с такой репутацией, там, ну, идти, наверное, и, там, получить людскую любовь будет достаточно тяжело. Ну, вы сами сказали, что должность расстрельная, наверное, кандидатов-то туда, наверное, не очень много. Вот я поэтому и говорю, никто не хочет уйти. Но, с другой стороны, может быть, защиту, там, Осипова, там, у нас был и пример Василия Алексеевича Киселева, который, как бы, пришел к нам с пароходства, и, как бы, за ним тоже... Тоже профильного образования муниципального управления не имел. И был шлейф привлечения к ответственности, да? Но, в принципе, он справился с этой работой достаточно хорошо. Десять лет, по-моему, Василий Алексеевич, да, работал? Да, дай бог ему здоровья, и, как бы, там, вспоминаем о нем все-таки, наверное, в большей мере хорошо. Ну, интересные были времена тогда, хоть и тяжелые. Поэтому, как бы, Иосифову хочется пожелать все-таки, там, начать работать, начать, как бы, делать город лучше. Если депутаты за него проголосуют, я делаю оговорочку. Ну, я еще раз говорю, я не испытываю иллюзий, да, то есть, там, то, что прокатило один раз, ну, прокатило. Потому что, может быть, и, там, мы помним ситуацию, когда откладывались конкурсные, заседания конкурсной комиссии в связи с неявкой части членов конкурсной комиссии, представляющих областной, и, возможно, депутаты почувствовали вот эту, там, неуверенность, и, как бы, тогда это прокатило. Сейчас ситуация другая. Я думаю, что сейчас пройдет все достаточно гладко. Вот, поэтому, как бы, призываю, там, все-таки, там, Осипова сразу же заняться городскими проблемами, городскими задачами, и не обращать внимания на то, что будет происходить, там, в паблике относительно, там, того, как он избирался, там, что он, кто он и так далее. Потому что, если уходить в эти разговоры, там, точно никогда он добрых дел не сделает. Так, погодите, то есть, вы говорите сейчас о том, что, если Дмитрий Осипов себя на посту главы администрации хорошо покажет, то, в принципе, неважно, каким образом он там оказался. Нет, менять систему надо. Надо все-таки. Я призываю его не обращать внимания и не реагировать, а сразу же заниматься делами. Не рефлексировать, не сидеть над комментариями, да? Понятно. Это, как говорится, это пожелание лично к нему, а пожелание в целом к областному законодательному собранию. На последующие годы уже, да, получается? Да, почему можно и сейчас уже. В этот раз, да? То есть, ведь, как бы, вспомним, давайте, как у нас обычно назначаются губернаторы, да, там, назначаются. То есть, сначала они появляются, им дается, там, период полгода, а потом уже проводятся прямые выборы, и, как бы, люди... Сначала в статусе его появляются, полномочиями какими-то наделяются, что-то делают. У нас был, да, то есть, там, полгода поработал, и потом, как бы, народ уже по каким-то оценкам его избирал. Поэтому, как бы, может быть, голосование, путем голосования. Вот. А может быть, то же самое, там, есть... Такой же механизм. Есть смысл, да, то есть, сейчас внести изменения в закон о выборах руководителей органов местного управления, и, там, к осени, в день голосования, 13 сентября, если я не ошибаюсь. Если будет еще одно. Единый день голосования. Ну, мы же можем, как бы, у нас же право-то есть самим. Мы теперь уже дистанционно можем голосовать. Я имею в виду из-за коронавируса, если будет вообще единый день голосования. Если, там, будет за что, я думаю, что многие поддержат Осипова, опять же, не глядя на то, как он избирался, или, там, какие-то иные стороны. Поэтому, там, нужно работать. Окей. Хорошо. Вот такие сопроводительные рекомендации Дмитрия Осипова, которого пока еще не утвердили главой администрации, но уже назвали победителем кадрового конкурса. Вы упомянули Николая Михайловича Липатникова, да. На этой неделе город действительно прощался с основателем Вятской торгово-промышленной палаты. Было очень много людей. Вот, правда, я не успела, к сожалению, большому попрощаться. Я успела только донести букет и попросить коллег, да, положить эти цветы, потому что, ну, был прямой эфир, надо было убегать. Было много людей, причем люди были совершенно разные. Я видела людей из, ну, не знаю, там, можно говорить, элита города, да, но какие-то крупные бизнесмены с большими совершенно, там, да, и букетами, и венками. И я видела тут же стоящих совершенно, ну, в той же самой очереди людей, довольно скромно одетых с какими-то маленькими такими букетиками, там, четыре гвоздички и прочее. То есть вот человек действительно, видимо, объединял совершенно разных, да, совершенно разные сферы, несмотря на то, что руководил вроде как организацией, которые, ну, в первую очередь крупным бизнесом, да, занимаются, и в первую очередь крупным средним бизнесом помогает им решать их проблемы. Вот удивительно, да, и огромное количество комментариев я читала в социальных сетях, тоже от самых разных людей, начиная от общественных организаций каких-то, да, о том, как Николай Михайлович ему помогал в бытной своем президенту Вятской торгово-промышленной палаты. И бизнес, и общественные организации, и какие-то обычные люди совершенно писали свои воспоминания, да, и творческие какие-то люди писали свои воспоминания о Николае Липатникове, не как и руководители Вятской торгово-промышленной палаты, а как и поэти, как и фотография, там, да, ну, такие вот вещи. Да, на самом деле, там, Николай Михайлович, это знаковая фигура вообще в истории, и настоящем, и в истории нашего города и области. И его уход, это на самом деле, там, ну, он, наверное, затронул большую часть жителей, потому что кто-то, те, кто постарше, помнят его и в должности председателя горсовета, притом неплохого председателя горсовета. И еще раз я вернусь к этому же видео, да, то есть мы видим, что то, что Николай Михайлович говорил людям, да, там, людьми воспринималось, да, там, и то, что, там, мы не признаем ГКЧП, но при всем при этом, там, мы должны сохранить порядок, там, мы должны, там, спокойно к всему относиться, это все людьми воспринималось. То же, что касается эпохи Вятской торгово-промышленной палаты, это, там, вообще отдельная, наверное, такая страница, веха в истории Кировской области, Вятского края. Мне, мы с Николаем Михайловичем, ну, вот, как бы знакомы были, не скажу, что очень близко, но общались достаточно там часто, особенно это было даже не в период депутатства, в ранний период, более ранний период, когда рассматривались вопросы с появлением малого бизнеса, когда рассматривались вопросы с, как раз, общественными организациями, и мы много контактировали, он меня знакомил со своими коллегами, благодаря этому, там, я хорошо знаю, там, и Германа Гончарова, и Юрия Исупова, и Андрея Усенко, и много-много кого другого. Но, и много из того, что он говорил, он, на самом деле, вот, нельзя было, там, и уже сейчас я это еще раз подтверждаю, нельзя было к этому относиться, как к простому трюпу, он никогда ничего не говорил просто, да, то есть, любая мысль, она у него была достаточно глубокая и достаточно поучительная. Мне очень запомнилась еще с давних времен одна из фраз, которая гласила о том, что, там, я не хочу спекулировать брендом торгово-промышленной палаты, то есть, опять же, да, там, давайте посмотрим, там, в теме той же политики нигде торгово-промышленной палаты нет. Та же, там, тоже отношение, предположим, Николая Михайловича к партии власти, оно всегда было достаточно критичным. Я не говорю, что он против нее. Ну, отстраненным как минимум. Он всегда был критичен, он мог критикать, но при всем при этом это был один из немногих людей, который верил, там, в президента, да, то есть, он мог как угодно там чехвостить Единую Россию, но при всем при этом он оставался ярым сторонником президента и, там, не сказать, что там фанатик, но он здраво оценивал все, что там происходит. И вот эти вещи, они, как бы, ну, на самом деле имели место. При всем при этом, когда вопрос касался экономики, когда вопрос касался, там, той же политики, обойти Николая Михайловича или обойти торгово-промышленную палату, там... Мнений не спросить. Да. Невозможно было. Это было невозможно, да, потому что авторитет и то, что под крышей торгово-промышленной палаты объединилась вся экономика, там, нашего края, говорила о том, что она действительно спала структура, мнение которой было обязательно, спросить обязательно, и мнение которой было авторитетно. Много мероприятий было, вот, где достаточно такие показательные вещи, когда там собирались предприниматели, о чем-то спорили, там, ругались, чуть там до мартобоев, но когда там Николай Михайлович берет слово, а он всегда достаточно... никогда не был краток, но всегда он умел достаточно понятно, внятно свою позицию донести, и очень часто я видел, когда просто там авторитетные, серьезные бизнесмены просто умолкали, опускали голову, и все споры прекращались. То, что касается общественной составляющей, ну, Вятская торгово-промышленная палата одна из старейших организаций, одна из, опять же, крупнейших организаций, и то, что эта организация известна еще, помимо всего прочего, как одна из крупнейших благотворительных организаций, там, не случайно, вот, правильно поддерживаю, что в комментариях, и на прощание было много представителей общественных организаций, которые прямо говорили о том, что вот именно Николай Михайлович оказывал и материальную помощь, и помогал решать вопросы с органами власти, и подтягивал предпринимателей к решению каких-то там благотворительных задач. То есть он об этом никогда тоже не забывал. Ну и там два уникальных качества Николая Михайловича, это первое его там поэтическое творчество, да, то есть он не любил читать стихи, но я их слышал в его исполнении, и я видел, что это как бы, возможно, это отдушина от вот всей вот этой тяжести всех проблем, которые есть в нашем городе, в которые он втянут, в которые есть, и у него все стихи были, во-первых, добрые, во-вторых, ну вот я бы так, может быть, прозвучит как штамп, но читалось желание жить. И второе, это то, как он любил стройотряды. Он сам был основателем, один из основателей стройотрядов в Кирове, и как бы всегда он этой темой интересовался, всегда он встречался со студентами, всегда он провожал стройотряды на... На вахте, что называется, да. Вот, то есть настолько трепетно он относился к этому, что вот как бы это там живое мальчишество, да, которое в нем осталось по отношению к стройотрядам. Назарство такое, да, какое-то? Да, он сам с удовольствием, я так понимаю, что и песни бы с ними попел, и у костра бы посидел, и поработал бы, вот, но там не всегда у него есть. Поэтому, да, это действительно очень тяжелая утрата. Да, то, что пришло столько людей, я думаю, что в принципе, если бы не карантин, наверное, еще было бы больше, это действительно показатель авторитета этого человека. И мне непонятны те люди, которые высказывали там критику в адрес того, что там все это происходит на базе там театра, что это все происходит, прощание там в нарушении всех правил там санитарно-эпидемиологической ситуации, то есть ввиду всех ограничений. Мне непонятны там эти люди, что они хотят, насколько там они адекватны, потому что, собственно, там есть моменты, есть люди, ради которых нужно делать исключения. Вот Николай Михайлович, это тот человек, для которого не жалко сделать эти исключения, потому что то, что он сделал для города и области, это достаточно знаково. Ну и, может быть, предложение сразу перекинуть на предыдущую тему, там Дмитрию Осипову, да, подумать о том, что все-таки в новом микрорайоне или где-нибудь в другой части города там поставить памятник или назвать улицу в честь Николая Михайловича, тем более, что там человек является почетным гражданином нашей области, вполне заслуженно, и я думаю, что он заслуживает того, чтобы мы о нем помнили всегда. Чтобы не только мы, кто помнит, да, и знал Николая Михайловича, помнил, да, и знал, но и чтобы те, кто там новыми жителями нашего города, да, будет тоже об этом человеке узнали. В общем, доброй памяти, да, Николая Липатникова, я думаю, что совершенно верно там, да, про вот эту ситуацию сказать, что человек действительно будет жить, вот, пока живут его дела, пока память о его делах живет. Я думаю, что долго еще мы будем вспоминать его. Михаил Курашин в нашей студии, вице-спикер законодательного собрания Пятого созыва. Я сейчас спрошу у звукорежиссера, можем ли мы уйти чуть раньше на рекламу, и после этого мы вернемся уже с другими темами. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается, высказывает его сегодня Михаил Курашин, вице-спикер законодательного собрания Пятого созыва. Мы продолжаем, у нас впереди еще несколько тем. Одна из них, ну, наверное, я не знаю, надо ли порадоваться за наши общественные организации и наше гражданское общество. В СМИ уже написали, сам Роман Береснев пока не подтверждает официально и окончательно, говорит, надо дождаться документов, но, тем не менее, должность, которую ранее занимал Андрей Плитко, вице-губернатор, теперь, говорят, займет Роман Береснев. Там с небольшими вариациями, раньше это была должность вице-губернатора, потом ее упразднили, сейчас говорят, что это будет должность заместителя председателя правительства, но, тем не менее, вот Роману Бересневу говорят. Поручат. Да, да, поручат руководство, там, я не знаю, кураторство, гражданским обществом, общественными организациями, чем-то еще. Человек наш, Кировский, работал в том числе в органах власти, Министерство юстиции он возглавлял какое-то время при Никите Белых и в органах ГФИ он поработал. Собственно говоря, и не только в Кировской области, но и в Республике Мариэл, то есть и тот опыт тоже есть, есть что применить. То есть хорошие кандидатуры? Ну, сказать хорошие кандидатуры можно только после того, как человек начнет что-то делать, да, то есть удачно, неудачно. Радует, что, а, там, это местная кандидатура, б, то, что там, Роман, ну, скажем так, в теме, да, то есть он работал в молодежке, он работал в правовом поле, он работал федеральным инспектором и у нас, и там, в Мариэл, и, соответственно, взаимодействовал с гражданским обществом, он работал в профсоюзах, это тоже институты гражданского общества, поэтому человек в теме. С точки зрения, вот, именно того, что человек в теме, это третий момент, да, там, есть хороший, за ним послужной список, да, то есть, ну, в частности, там, всем я рассказываю, как в 2003 году, благодаря, там, его позиции, мы только по линии молодежной политики в год проводили 18 конкурсов, конкурсов по распределению бюджетных средств, 18. На поддержку каких-то мероприятий, там, да, организаций, мероприятий, поощрение каких-то лидеров, и так далее, 18, да, то есть это мы один конкурс, там, 6 лет выбивали, а здесь было 18. Плюс ко всему, опять же, ну, насколько я знаю, там, и по линии профсоюзов, он, там, систему поддержки местных профсоюзных ячеек осуществлял, в том числе, и, там, и грантовая поддержка. Поэтому, вот, с этой точки зрения, да, там, я считаю, что человек в теме. Ну, еще один момент, ну, то, что, как бы, для меня Роман Александрович, там, знакомый человек, мы с ним, в принципе, учились в один период, он тоже из ТФАК, там, у нас, как говорится, все-таки свое корпоративное братство тоже есть. Студенческое. Не совсем студенческое, переросло уже давно, да? Поэтому, как бы, мне, лично мне, да, там, с точки зрения общения будет намного комфортнее. Ну, и ожидания, я надеюсь, что все-таки произойдут какие-то изменения в Министерстве внутренней политики в связи с его приходом. Вы имеете в виду кадровые изменения или изменения системные какие-то? Потому что, к сожалению, там, отдел, который занимается работой с некоммерческими организациями, там, ну, точно не соответствует тем задачам, которые есть, ни желанием, ни компетенциями, ни результатами, да, там. И очень надеюсь, что одним из этапов работы, которые сразу же мы, там, хотели бы начать, я в данном случае уже как от имени ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций, это все-таки изменение моделей формата проведения областного конкурса. Это мы тот самый грантовый конкурс имеем в виду, да, про который мы много говорили. Как мы и ожидали, собственно, на сегодняшний момент вызывает большое количество критики со стороны многих организаций, не только там крупных организаций в Кирове, но и муниципальных организаций, как раз по тем позициям, по которым мы говорили. Его надо менять. Ну и там еще одна тема, которую буквально он вчера участвовал в работе, рабочей группой общественной палаты, это то, о чем там последние, наверное, лет, года 3-4 мы говорим, это принятие закона об инициативном бюджетировании, ну, мы его сейчас несколько расширяем, то есть это предложение, если утрированно сказать, зафиксировать в виде процента какую-то сумму от доходов бюджета, на проведение поддержки всевозможных гражданских общественных социальных инициатив. Ну, это то, что... То есть это объединить все конкурсы... Самая громкая эта история с ППМИ, да, которая в этом году, как я понимаю, не состоится, проект по поддержке местных инициатив, хотя огромное количество было работы проделано, огромное количество было проектов там представлено, и проработано. Огромные ожидания были. Да, и все это, как говорят ребята, которые двигают этот проект, это большой минус жирный для власти, потому что это снижает доверие к власти. Поэтому я очень хочу, чтобы, грубо говоря, этими первыми, тремя темами мы занялись кадрово в министерстве, региональный конкурс и закон о бюджете по поддержке... Об инициативном бюджетировании, да? Он уже не закон об инициативном бюджетировании, то есть сейчас уже как бы, еще раз говорю, есть желание расширить, то есть сделать, объединить в рамках данного закона не только по ПМИ народный бюджет, но и региональный грантовый конкурс, и ведомственные бюджетные конкурсы, которые проводят там по молодежке и так далее. То есть как бы вот такая господдержка гражданских инициатив. Да, в реально выраженном проценте от доходов бюджета, чтобы эти деньги были, и чтобы на них никто не мог покуситься. Поэтому как бы я думаю, что Турман Александрович в этой связи он готов к этой работе. Я вам скажу больше даже, что пока он был в должности руководителя профсоюзной нашей областной организации, он стал еще и финалистом конкурса Приволженского округа по управленцам в сфере некоммерческих организаций, финалистов. То есть сейчас он, к сожалению, уже победителем вряд ли может стать так, как он стал чиновником. Но то, что он вошел в число финалистов данного конкурса, это конкурс профмастерства некоммерческого сектора, который проводится на уровне Приволжского федерального округа. То есть как бы он тоже достаточно... Вообще как минимум в теме. Да. Поэтому я очень надеюсь, что сработаемся, что он будет готов к встречам, готов будет слушать, готов будет работать, в том числе с институтами гражданского общества, для того, чтобы, собственно, ситуацию сделать более приемлемой. А это, я думаю, что, опять же, востребовано. То есть, опять же, мы в период вот сейчас карантина видим, что некоммерческие организации тоже активно участвуют в помощи, в поддержке. Но в том числе, да, нуждающихся, имеют право быть замеченными. Тех, кто сидит дома, да, и помогает им. И не случайно, предположим, принят закон о поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в части, там, льготирования по налогу. Помощи, помощи, примерно там такой же, который вроде как бизнесу обещает. Ну и отдельно еще там идут. Мы по этой теме обязательно, Михаил, встретимся. Мы сегодня просто не успеем уже, потому что у нас 8 минут остается до конца эфира. Еще две важные темы. Одна очень короткая эта история с тем, что разработана схема действий детских загородных лагерей с круглосуточным пребыванием детей в этом году. Это важная история. Нам слушатели постоянно задают вопросы, что будет с детским отдыхом, потому что, мне кажется, родители настолько за эти два месяца умотались и устали от своих подростков дома, которых надо не только занимать чем-то, но еще и обучать. Что хотели бы, конечно, чтобы ребенок мог где-то отдохнуть, потому что вся эта история с дистанционным образованием, она и для детей тоже тяжело, возможно, все это было, потому что абсолютно перестроиться пришлось. Насколько я понимаю, в этом году предполагается, что вот этот летний наш сезон отдыха в загородных лагерях начнется 1 июля. Сейчас, насколько я понимаю, готовят все эти лагеря и площадки. Но при этом есть, конечно, оговорка, что все будет зависеть от эпид-обстановки. А сегодня, я напомню, по области 93 новых заболевших, еще 2 летальных случая, поэтому не знаю, что будет 1 июля. Мы верим в то, что... Все будет хорошо через месяц. Да, у нас же 24 июня парад. А, ну да, действительно. К этому моменту коронавирус должен закончиться. Бессмертный полк. Вот. Ну, шутка с шутками, но на самом деле я вот как бы такой... Когда я первый раз услышал слово каникулы, которое применялось к работающему населению, да, мне сразу вспомнилось название каникулы строгого режима. И вот чем дальше эта вся эта ситуация развивается... Это фильм такой, да. Тем больше это все на это похоже. Каникулы строгого режима. И автоматически, когда разговор о детских лагерях в каникулярный период, это тоже там получается, что каникулы строгого режима. Для выпускников там все лето теперь получается, они будут заниматься учебой. Да, и подготовкой к поступлению. И поступать и так далее. То есть лето у них не будет. Для всех остальных детские лагеря. Слава богу, что мы говорим о том, что лагерям быть. Да, абсолютно согласен тем, что родители сильно озадачены. И озадачены не только потому, что они устали от общения, а в том числе и потому, что возможности иного отдыха будут сильно ограничены. Да, мы все понимаем, что не факт. Это открытие курортов, зарубежных и даже наших. Те требования, которые обсудили в рамках межведомственной комиссии, выдвинули, ну, они достаточно адекватны. Единственное, что я не совсем понимаю, там запретов по родительскому дню, мне очень тяжело понять, каким образом будет происходить. То есть не будет родительского дня, вот этого традиционного. А почему? Ну, мало ли что привезут в лагерь родители. Ну, погодите, что значит мало ли что привезут? Мало ли что привезут, могут и как бы не родители. То есть людей, которые в течение дня бывают в лагере, всегда бывает достаточно много. Там поставщики продуктов, там, те же проверяющие из пожарных, Роспотребнадзора и так далее. Привезти может кто угодно. А вот как бы меня в данном случае, вот из всего этого вопроса, он у меня давно уже существует, непонятка это, это обязательность наличия у ребенка справки об эпидемиологическом окружении. То есть, чтобы было понятно, эта справка нужна, когда ребенок приехал откуда-то, и на этой территории существует карантин почему-то. То есть он приехал из-за границы, он приехал из другого региона, где там есть, не знаю, эпидемия гриппа. И вот тогда нужна справка для того, чтобы подтвердить, что вот он приехал, что вокруг него, там, члены семьи все здоровы, и все хорошо. Но в условиях, когда ковид-19 существует по всей стране, смысл справки об эпидеокружения, он теряется. Ну, как бы он что должен подтвердить, что дома не болеют, так об этом, как бы, если там кто-то болеет ковидом-19, наши там органы здравоохранения будут знать самое первое. Этого ребенка в лагерь не впустят. Его и не впустят изначально. И поэтому... То есть вся эта история со справками, она, на ваш взгляд, риск представляет почему? Потому что придется идти за этими справками? И я, да. Идти придется за этими справками? Да. Дальше возникает вопрос о том, что нужно будет, опять же, идти к педиатрам, записываться к педиатрам, получать эти справки. Сидеть в больнице. А не дай бог еще, как бы, там возникнет у кого-нибудь лихая идея, там, на чем-нибудь подзаработать, либо на этих справках, либо на каких-нибудь анализах. И в конечном итоге это вот все будет чехарда. Это так же, как первоначально обсуждалась ситуация, что все дети, приезжающие в лагерь, будут задавать, там, мазок на ковид. Ну, мазок даже при самом хорошем варианте в условиях лагеря, это, там, полдня, это день. Угу. А за это время, если ребенок болеет, он сумеет весь лагерь заразить уже. Поэтому, как бы, вот, если это, опять же, будет выноситься на более ранний период, тогда автоматически возникает ситуация, что кто-то на этом будет зарабатывать. Потому что, там, наша система, там, государственная система сейчас не настроена на то, чтобы единовременно пришло несколько тысяч детей, которые решили бы сдать, там, Тест. Бесплатные, Тесты на антитела или, там, на наличие коронавируса. Поэтому, вот, вот, с точки зрения Роспотребнадзора, это, вот, опять же, дурость. Ну, может, они просто перестраховываются. Непонятно, что они перестраховываются. И понятно, что потом, когда они будут осуществлять проверки лагерей, да, там, по своему опыту. Все же эти перестраховки для чего нужны? Для того, чтобы хоть что-то найти. Вот, да простят меня все проверяющие, инспектирующие структуры, просто, там, знаю, лично с этим сталкивался, да, куча правил нужно для того, чтобы хоть что-то найти при проверке. А не для того, чтобы эта ситуация была, там, обезопасить. Многие вещи, там, они просто на самом деле, там, ну, вот, как по справке об оборужении, там, она нелогична, она не вписывается в это, да, там, и, но есть такое требование. И если у тебя, там, у какого, хотя бы на одного ребенка нет этой справки, да, там, все, у тебя нарушение, есть возможность, там, тебе выписать штраф, или, там, каким-то образом к административному законодательству привлечь. Поэтому... Вся эта история может быть пересмотрена? изменена? С требованиями или нет? не, она будет в любом случае меняться в связи с, там, реальной ситуацией, ну, в случае ухудшения ситуации. В случае улучшения она меняться не будет. То есть эти требования останутся, опять же, для того, чтобы где-то, может быть, кого-то прихватить. У нас, Михаил, времени совершенно не остается на обсуждение стратегии 2035. Да, я прошу прощения, мы потратили его на другие важные темы. Да, я думаю, что по стратегии 2035 мы обязательно соберемся. Где с ней можно ознакомиться, скажите, пожалуйста. То есть пока, я так понимаю, она только избранным людям, да, разослана для ознакомления, а после будет обсуждение. Я на самом деле, как человек, который там просто случайно эту стратегию увидел, получил, там, не знаю пока, когда она появится в официальном, но, честно скажу, меня несколько там она огорчила. Хорошо. Почему она огорчила Михаила Курашина, мы постараемся на следующей неделе нашим слушателям рассказать. Вице-спикер законодательного собрания 5-го созыва был в нашей студии. Особое мнение на этом завершается. Спасибо. Будьте здоровы. Особое мнение на 101FM